Ну как-то вот эта чуйка должна что-ли быть, то есть нападающий он должен как-то видеть моменты от защитников, то есть все мои голы практически это мне выдавали за спину защитника и то есть это просто своевременное открывание такой прям доли секунды какой-то и раз и я уже на шаг впереди ну и там просто уже завершение ну вообще это как бы такой серьезный вопрос на самом деле и для меня это было бы неплохо заняться этим сделать нарезку как бы я даже хотела бы сделать нарезку и убрать это видео то есть в какой-то архив чтобы мне было потом что вспомнить в моей футбольной карьере и каждый матч то есть мне приятно было бы смотреть а девчонки там ну конечно подходят команды говорят там ну ты вообще как-то вот но это приятно и тоже это в какой-то момент выбор на правильной позиции расчет траектории мяча иногда он получается это классно что со своим ростом я могу забивать и головой нет я еще молода нет ну 32 года это еще не приговор футболе не считаю что в этом возрасте ты еще больше что-то понимаешь то есть ты вроде думаешь что вот год назад ты знала много сейчас ты понимаешь что ты как-то еще больше что-то узнала нового и вот это вот это пригодится во первых этой жизни и вообще как бы на дальнейшую там карьеру до оставшуюся карьеру может быть и после ее завершения я останусь в спорте и и мне хочется передать все что я узнала вообще в футболе что я например не знала там в 29 лет я узнала это в 32 года то есть и я хочу это дальше узнавать я хочу это познавать и я хочу это передавать дальше потом молодежь у нас горячие молодежь у нас характером к ним прям вот надо ну как сказать вот если раньше это было давай или все и ты понимаешь что надо потому что там вообще говорить не стоит тут ну есть какие-то да вот этот горячий горячий возраст переходные там могут где-то ответить но потом подойдут извиняться извиняться вот и как бы там пожали друг другу руки руки нормально потому что нам же все-таки играть вместе это же исходит из это из того что у тебя просто не получается на тренировке вот не пошла сегодня тренировка такое бывает вот она не идет и все и ты на себя злишься и на окружающих разлишься это нормально ну как бы это это жизнь все вокруг виноваты и я виноваты и все виноваты поэтому такие моменты бывают у всех и у меня даже такие моменты но я себя стараюсь там в силу своего возраста и сдерживать скажем ну ладно хорошо сегодня так завтра значит мне нужно по-другому выйти немножечко я стараюсь как бы я спокойный человек я все равно где-то стараюсь там кто-то где-то ругается девчонки да хорошего ну чего чего вы ругаетесь то ну я говорю ну сыграли с тобой жестко но и ладно скажи там спасибо значит тебе надо побыстрее где-то сыграть но это же то это тот же самый рост игроков вот и к этому немножечко нужно все-таки относиться и ну проще и может быть где-то с молодыми надо поговорить им где-то нужно немножечко их направить то есть по-хорошему ну если с ними по-хорошему естественно и таки в хорошем настроении молодцы где-то подбодрить слушают в химках было значит тренер был корягин алексей саныч мы после отбоя пошли гулять со своей компанией погуляли чуть-чуть с нами еще была легионерка но погуляли чуть пришли ночью ну соответственно там охраняемая территория была мы жили то ли это пансионат был какой-то ну то есть за городом это куркино было деревне это или что я не знаю и идем узнать мимо охраны ну научить же нужно легионера русским словам мы как бы но иди скажи вот но вот это она пошла и сказала потом и горят но вот это еще иди скажи ну а возвратилась еще это сказала ну все мы пошли спать все нормально у нас утром тренировка выходим тренировку ну саныч кто вчера гулял ночью шаг вперед ну сделали шаг вперед кто-то не сделал шаг вперед потом заставили сделать тоже сделал значит по кругу часа бега с ускорением ну ладно но думаю чуть-чуть пробежим да и все как бы проходит уже 20 минут но ты где-то где-то же ты все равно не бежишь на ускорение где-то ты все-таки трусой потому что тяжело же ну как час бегать еще с ускорением куда ну я говорю я не буду бегать просто я ушла с поля привезла экипировку в эту на стадион прям прям вот в в этот же в этот же день по моему после тренировки просто привезла экипировка игру я ухожу с футбола но он мне говорит ну ладно иди меня никто не останавливал я просто взяла и уехала я не буду столько бегать но это же наказание было и я не подумала что так нельзя делать что в следующий раз я так не сделаю я просто играю не хочу играть футбол с таким отношением то есть это сейчас я вспоминаю это смешно ну как бы это насколько вот мы были такие юные глуп глупенькие что вот вообще то есть не думали о чем погуляли ночью режим нарушили как бы мы готовимся все-таки к играм к серьезного мы тут решили прогуляться пойти ночью ну то есть конечно это все смешно вспоминается и есть что вспомните есть над чем посмеяться с другой стороны я рада что я здесь нахожусь что это меня там тогда не сломила и все-таки кто-то мне кто-то меня вернул но не в эту команду куда-то я в другой клуб ушла я не помню в черта новая пошла суть не в этом но я осталась в футболе то есть все-таки направили сюда обратно сколько раз я не уходила с этого футбола я все равно возвращалась сюда и значит мое предназначение здесь и судя по моим выступлениям она не зря